Коняшка Тот, кто имеет и ум, и разум, может не иначе получить мудрость, как молясь о ней и день и ночь, прося и день и ночь ее у Бога, возводя душу свою до глубинного незлобия и убирая все внутри себя до возможнейшей чистоты, чтобы принять эту небесную гостью, которая пугается жилищ, где не пришло в порядок душевное хозяйство и нет полного согласия во всем. Николай Васильевич Гоголь Шум и движение происходили в Запорожском таборе. Шум и движение Стало быть, дивиться нечего, что половина была перебита, а другая перевязана, прежде чем все могли узнать, в чем дело. Пока мест ближние курени, разбуженные шумом, успели схватиться за оружие, войско уже уходило в ворота, и последние ряды отстреливались от устремившихся на них в беспорядке сонных и полупротрезвившихся запорожцев. Кошевой дал приказ собраться всем, и когда все встали в круг и затихли, снявши шапки, он сказал, Так вот, что, панове братове, случилось в эту ночь. Вот до чего довел хмель. Вот какое поругание оказал нам неприятель. У вас видно уже такое заведение, коли позволишь удвоить порцию, так вы готовы так натянуться, что враг Христового воинства не только снимет с вас шаровары, но и в самое лицо вам начихает, так вы того не услышите. Казаки стояли, понурив головы, зная вину, и один только незамайковский куриный атаман Кукубенко отозвался. Постой, батько, сказал он. Хоть оно и не в законе, чтобы сказать такое возражение, когда говорит Кошевой перед лицом всего войска. «Да дело не так было». Так нужно сказать. «Ты не совсем справедливо попрекнул все христианское войско. Казаки были бы повинны и достойны смерти, если бы напились в походе, на войне, на трудной, тяжкой работе. Но мы сидели без дела, маячились попусту перед городом. Ни поста, ни другого христианского одержания не было. Но как же может статься, чтобы на безделье не напился человек? Греха тут нет. Нету, а мы вот что лучше. Покажем им, что такое нападать на безвинных людей. Прежде били добре, а уж теперь побьем так, что и пять не унесут домой. Речь куренного атамана понравилась казакам. Они приподняли уже совсем было понурившие головы, и многие одобрительно кивнули головой. Промолвивши, добрый, сказал Кукубенко. А Тарас Бульба, стоявший недалеко от Кашевого, сказал. А что, Кашевой, видно, Кукубенко правду сказал. А что ты скажешь на это? А что скажу? Скажу, блаженный отец, родивший такого сына, еще небольшая мудрость сказать укорительное слово, но большая мудрость сказать такое слово, какое бы, не поругавшись над бедою человека, одобрило бы его, предало бы духу ему, как шпоры предают духу коню, освеженному водопою. Я сам хотел вам сказать потом утешительное слово. Да Кукубенко догадался прежде. Добрый, сказал и Кашевой, отозвалось в рядах запорожцев. Доброе слово, повторили другие. И самые седые, стоявшие, как сизые голуби, и те, кивнули головами, и моргнувшие седым усом, тихо сказали. Доброе сказанное слово, доброе, доброе. Слушайте же, панове, продолжал Кашевой, брать крепость, карабкаться и подкапываться, как делают чужеземные немецкие мастера, пусть их враг прикинется. И неприлично, и неказацкое дело. А судя по тому, что есть, неприятель вошел в город без большого запаса. Телег, что-то было с ними немного. Народ в городе голодный, стало быть, все съест духом, да и коням тоже сено. Уж я не знаю, разве с неба кинет им на вилы какой-нибудь их святой. Только про это еще Бог знает. А ксензы-то их гораздо на одни слова. Затем или другим, а уж они выйдут из города. Выйдут! Разделяйся же на три кучи и становись на три дороги перед тремя воротами. Перед главными воротами пять куреней, перед другими по три куреня. Дативский и Форшунский курени на засаду, полковник Тарас с полком на засаду, Титаривский и Томашевский курень на запас с правого боку обоза. Да вот еще один наказ. Если кто-нибудь, шинкарь, жид, продаст казаку хоть один кухоль севухи, то я прибью ему на самый лоб свиное ухо собаки и повешу ногами вверх. За работу же, братцы, за работу. Так распоряжал Кашевой, и все погонились ему в пояс, и не надевая шапок, отправились по своим вазам и таборам. И когда уже совсем далеко отошли, тогда только надели шапки. Все начали снаряжаться, пробовали сабли, палаши, насыпали порох из мешков пороховницы, откатывали и становили вазы и выбирали коней. Уходя к своему полку, Тарас вздумал и не мог придумать, куда девался Андрей, полонили ли его вместе с другими и связали сонного. Только нет, не таков Андрей, чтобы отдаться живым в плен. Между убитыми казаками тоже не было его видно. Задумался крепко Тарас и шел перед полком, не слыша, что его давно называл кто-то по имени. Кому нужно меня? Сказал он, наконец, очнувшись. Перед ним стоял жид Янкель. Пан полковник, пан полковник, говорил жид поспешным и прерывистым голосом, как будто бы хотел объявить дело не совсем пустое. Я был в городе, пан полковник. Что ж ты делал в городе? Видел наших? Ну как же, наших там много. Ицкарахум, Самойла, Хайволох, еврей-арендатор. Пропади они собаки, вскрикнул, рассердившись, Тарас. Что ты мне тычишь в свое жидовское племя? Я тебя спрашиваю про наших запорожцев. Наших запорожцев не видал, а видал одного пана Андрея. Андрея видел, вскрикнул Бульба. Что ж ты, где видел его? В подвале, в яме? Обесчищен, связан? Ну, кто же бы смел связать пана Андрея? Теперь он такой важный рыцарь. Дали бурки, я не узнал. И на плечники в золоте, и на рукавники в золоте, и зерцало в золоте, и шапка в золоте, и по поясу золото, и везде золото, золото, и все золото, так как солнце взглянет весною, когда в огороде всякая пташка пищит и поет, и травка пахнет, так и он весь сияет в золоте. И коня дал ему воевода самого лучшего подверг два ста червонных стоит один конь. Бульба остолбенел. Люляй, Люляй, Мой казачий, А-а-а-а, Котки два, Шари, Бури, Обидва, Люляй, Люляй, Мой Иванка, Завтра утром с позаранку, Саблю ты прицепишь к боку, И поедешь в мир широкий, А в воротах конь споткнется, Сын домой Котки два, Шари, Бури, Обидва.